Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, друзья! Сегодня хочу затронуть тему строительных материалов и поговорить об одном из таких замечательных стеновых материалов, как арболит. Вот, вы видите фотографию, и внизу табличка «Арболит». Здесь представлены блоки, изготовленные из этого материала. А на заднем плане, там, за блоками, нет, это не я. Я снимаю. Это я на выставке строительных материалов. И этой фотографии порядка 10 лет, как и всем остальным, которые вы здесь увидите. Здесь не будет фотографий из интернета, а только лишь из своего альбома и только своего производства. Порядка 10 лет назад, с 2010 по 2012 год включительно, я был предпринимателем и занимался производством арболитовых блоков. Был свой цех, с десяток наемных рабочих, трактор, кар, пару станков, которые штамповали эти блоки. Но, к сожалению, дело не пошло. И не из-за того, что материал плохой. А во-первых, что он трудоемкий в производстве. И, во-вторых, по тем годам, он был еще в диковинку, и люди как-то преднабрежительно относились к нему. Да, на вид он немного страшноватый. И как бы отталкивает своим внешним видом от себя. Снаружи он шершавый, пористый, с крупными ячейками. По сравнению с пенобетоном, это как красавица и чудовище. Но этот столь неприглядный вид, он компенсирует своими прекрасными внутренними характеристиками. Это как у Миронова о дикарях, в песне «Остров невезения». Страшное снаружи, доброе внутри. И одну из этих превосходных характеристик вы увидите в конце этого видеоролика. Короткое видео, 11 лет недавности, где я испытываю на прочность свой самый первый блог. Посмотрите, будет интересно. Это видео даже без звука. Но я буду комментировать. По идее, я даже не думал снимать видеоролики про арболит. У меня даже для этого ничего нового и нет. Только старые фотографии и одно видео, которое вы сегодня увидите. Но меня об этом попросил один из подписчиков. Попросил рассказать немного об этом материале. Ну, в принципе, можно. Потому что материал этот сегодня набирает популярность. И он действительно достойен того, чтобы о нем говорили. Но так как в производстве арболита я ни одного волка съел, мне будет что вам рассказать и чем поделиться. Поэтому у меня будет к вам просьба. Напишите в комментариях, стоит ли дальше мне освещать эту тему или нет. Интересна ли вам эта тематика и что бы вы хотели о нем узнать. Ну, а прежде чем поставить вам видеозапись, немного расскажу об арболите. Обрисую, так сказать, в общих чертах. Для тех, кто еще не знаком с этим уникальным материалом. Словосочетание арболит произошло от двух латинских слов. Арбор, что означает дерево. И литус, что означает камень. Теперь, я думаю, вам понятно словосочетание этих двух слов. На 80-90% арболит состоит из органических наполнителей. Таких как костра, солома, камыш или шелуха от семечек. Но лучшим наполнителем для арболита является, конечно же, древесная щепа. Поэтому нередко можно услышать, что арболит еще называют дерево-бетоном. В качестве связующей минеральной добавки используют цемент. Для удаления сахаров, так скажем, для безжиривания древесины, сегодня используют сульфат алюминия. Нередко можно встретить его и второе название. Алюминий серный кислый. Раньше вместо него использовали известь. Хотя некоторые сейчас используют. Обходится она дешевле, но немного затрудняет процесс производства. Также для прочности блоков в арболитовую смесь можно добавлять жидкое стекло. А вот строительный песок в арболит добавлять нежелательно. По той причине, что он увеличивает его теплопроводные свойства. А это нам не надо. Арболит хорош тем, что у него плохая теплопроводность. А чем хуже теплопроводность, тем теплее материал. По неподтвержденным данным, арболит придумали в Голландии в 30-х годах прошлого столетия. И все это время его популярность то падала, то снова нарастала, как и сейчас. Сейчас его популярность возрастает. Потому что арболит относится к экологически чистому строительному материалу. Такому, как дерево. Людям надоело жить в бетоне. И они начали тянуться к чему-то более натуральному. Но дерево сейчас дорогое удовольствие. Половину уже вырубили, половина сгорела. А остатки в Китай его возят. Поэтому арболит в этом случае является хорошей альтернативой. Одна из его превосходных характеристик является его отличная устойчивость к теплопроводности. При его плотности в 700-900 кг на метр кубический, теплопроводность в среднем составляет всего лишь 0,10 Вт. В сравнении с газой или пенобетоном, это меньше в 1,5-2 раза. Ну а сравнение прочности и разговора не может быть. Прочность пенобетона вы сами знаете. А прочность арболита вы увидите в конце ролика. По своей прочности арболит может поспорить с многими стеновыми материалами. При небольшом перекосе или давлении на один из его краев, арболит не ломается, а слегка изгибается и подстраивается под те условия, в которых он оказался. Поэтому арболиту не требуется обязательная армировка. Он как бы армирует сам себя. Особенно это хорошо прослеживается в зданиях, построенных из монолитного арболита. Да, такие тоже строят. И этим я тоже занимался. Разворачивали производство прямо непосредственно на участке. В монолитной постройке нет цементных швов, в отличие от блочной. В том случае, если в здании из арболита по какой-то причине появилась трещина в стене, то эта трещина идет не сквозь арболит, а она идет по цементному шву. Ну а так как в монолитной постройке нет цементных швов, образование трещин в стене сводится к минимуму. А вот, грубо говоря, и небольшие развернутые производственные участки. Вы видите смеситель, бочки под воду из сульфата алюминия. Гору щепы тут не видно, она слева от фотографии. Но зато можете наблюдать уже залитый первый этаж. Сейчас на фотографии идет подготовка к заливке перекрытия между первым и вторым этажом, тоже из арболита. Вот как это выглядит. На толстый профнастил через определенные расстояния укладываются перфорированные балки. Они же будут являться каркасом для перекрытия. И внутри этого каркаса заливается арболитовая смесь. То, что фотографии немного попорчены, не обращайте внимания. Я же говорю, этим фотографиям порядка 10 лет. Это просто монолитная плита перекрытия из арболита. А вот один из моих приятелей на домах делал крыши из монолитного арболита. Вот это я считаю верх мастерства. А блоки, зная технологию, каждый слепить сможет. Еще арболит хорош тем, что он относится к классу горючести G1. Это предпоследний класс горючести. Последний класс называется NG и расшифровывается как негорючий. К классу G1 относятся трудновоспламеняемые материалы, которые не поддерживают горение и не боятся открытого огня. Вот, вы можете сами в этом убедиться. Это арболитовые блоки после пожара. Сам лично фотографировал. Да что фотографировал. Сам был на этом пожаре и сам лично тушил его. Как видите, блоки, состоящие практически из древесины, прошли испытания по пожаробезопасности и показали себя на отлично. Еще немного слов о прочности арболита. Транспортировать арболитовые блоки можно при любых условиях, не боясь того, что они поколются или сломаются. Да что транспортировать. Их выгружать можно самосвалом, не боясь того, что они поколются или сломаются. И я нисколько не преувеличиваю. Вот сейчас вы посмотрите видео и сами удостоверитесь, что прочность арболита просто на высоте. Напомню, что это видео 11-летней давности. Это песчано-бетонный блок. После того, как я сломал уже несколько таких блоков, решил записать это видео. А это мой самый первый блок, изготовленный из арболита. Вот его-то я здесь и испытываю на прочность. Вес песчано-бетонного блока 32 килограмма. Вес арболитового блока 17 килограмм. Это практически в два раза меньше. Чтобы как-то уравнять положение, арболитовый блок ставлю на ребро. А дальше смотрите, что из этого получается. Харясь, и очередной песчано-бетонный блок не выдержал нагрузки. Дальше поменяю блоки местами. Уже буду бить тяжелым песчано-бетонным блоком по арболитовому. А вы считайте, с какого раза я его разобью. Напоминаю, что песчано-бетонный блок тяжелее арболитового в два раза. Горида. Этот метод хорош и просто вот здесь. в итоге в таком положении на ребро тот блок я так и не смог разбить только после того как он прошел все эти испытания я его положил так сказать на бачок и после нескольких ударов он все-таки сломался и сломался он не сразу не за один удар а ломался он постепенно в течение нескольких ударов ну что друзья мои после просмотра видеоролика осталось у вас чувство восхищения этим материалом а у меня до сих пор чувство гордости в душе что я умею и знаю как его изготовить и этими знаниями могу поделиться с вами было бы ваше желание и Субтитры сделал DimaTorzok